С ним нужно быть осторожным, он очень имеет такой яркий выраженный аромат и вкус. Его буквально там пару капель. Бальзамический уксус сейчас продается, в принципе, во всех магазинах, в народных, он есть сейчас везде. Он так и называется? Бальзамический уксус, да? Да, бальзамический уксус. Ага, а вы там как мышка что-то прям уже сделали и нам не рассказали. Также вот Ильяр приготовил сейчас у нас эту заготовку для нашего пирога. Это он сделал песочное тесто. На песочное тесто у нас ушло около, не около, а 350 грамм муки и 250 грамм маргарина. Также мы в тесто добавили соль немножко, потому что в каждое тесто должно идти соль обязательно. И также мы добавили яйцо и разрыхлитель. Так, переходим. Сейчас мы поставили нашу заготовку, взяли форму для пирога, вылепили, получается, форму круглую из теста и положили в духовку. Она будет приготовляться у нас где-то около 10-15 минут при температуре 180 градусов. Так быстро, да? 180 градусов. Песочное тесто, да, мы запоминайте. Да, получается, мы сделаем эту заготовку, а потом зальем туда нашу тыквенную смесь. Ну, об этом попозже. Сейчас вот у нас наш салат уже готов. Вот салат такого вот красивого вида стал. Так, все это в тарелочку помещаем и еще чем-то украшаем. Берем листик айсберга. Можно взять другой, любой лист салата. А капустный лист подойдет? Ну, капустный я бы не советовал. Он менее будет сочетаться с этим салатом, с этими ингредиентами. Так, вот такая красота у нас уже есть. Это салат. А, кстати, как он называется этот салат? Названия у салата нету, просто у нас меню называется салат с тыквой, брокколи и фитаксой. Ага, салат с тыквой, брокколи и фитаксой. Мы сейчас поедем тыкву, запеченная в духовке, сыр фитаксой, брокколи, сваренный в воде. Сколько варят брокколи? Брокколи, можно сказать, просто ошпаривается. А, просто ошпаривается. То есть, кипящая вода, туда опускается брокколи буквально на минут пять. И желательно после того, как вы ошпарили брокколи, положите его в холодную воду, а лучше в лед. Он менее потеряет свой цвет. Понятно. Каймдар, сейчас вам здорово. Брокколи на кайнахсуга 5 минут кайсала, а на каймдаро мустахсуга, а на каймдаро мустахсуга. Вот такая красота. Так как тема нашего мастер-класса – это тыква, и, естественно, здесь больше тыквы. То есть, мы же готовим блюдо из тыквы. Также хотелось бы сказать немножко о тыкве, то что она содержит очень много витаминов, и, как говорят, почти всю таблицу Менделеева, так что она очень полезна. И, как бы, особенно сейчас, в самый сезон, советую всем употреблять тыкву. Тыкву можно в салате, тыкву из тыквы можно сделать суп, из тыквы можно сделать десерт, да? Да. Что еще из тыквы можно сделать? Закуску, второе блюдо, все что угодно. Мне кажется, все позиции, которые есть в кулинарии, то есть, закуска, салат, суп, второе блюдо, десерт, мне кажется, тыква подойдет ко всему. Вот у нас буквально этот… Вот, расскажите про то, что делает Ильер ваш помощник. Да, для начала мы взяли, получается, тыкву, нарезали ее мелкими кубиками и отварили в воде до готовности, да. Потом из нее сделали пюре, то есть, взбили в блендере или просто вытолкли, получается, в толкушке для пюре. После чего мы добавили туда два яйца, а тыкву мы взяли изначально 900 грамм. 900 грамм тыквы. 900 грамм тыквы. Добавили туда два яйца, взбили, добавили около 200 грамм творога, также вот у нас есть сливки, здесь около тоже 200 грамм у нас пойдет. Также сюда пойдет 150 грамм сахара. Вот эту смесь мы хорошо взбиваем, измельчаем, получается, венчиком, а лучше блендером, чтобы она получилась такая однородная. И потом, когда наша заготовка для пирога будет готова, тесто, мы зальем его вовнутрь и будем запекать около 40 минут. А сливки еще, да? Сливки добавляем? Да, сейчас он все взобьет. Пикку нужно варить в подсоленной воде или без соли? Да, ну для десерта, конечно, солить не нужно. Не надо, а просто в воде варим, да? А можно туда сахар добавить, допустим, чтобы это в десерт же? Не, мы же добавили 150 грамм сахара, я же упомянул. Нет, когда варишь, не надо, да? Вечно ты со своими глупыми вопросами, женщина, да? И вот сливки мы добавляем, очень красивая смесь такая, солнечного цвета. Да, сливки желательно использовать высокопроцентные, то есть около минимум 20 градусов, ой, 20 процентов жирности. Отличный получится калорийный десерт. Ну я бы не сказал, что он прям калорийный. Он не калорийный, да? Потому что в основном там идет тыква, то есть там сливок идет совсем чуть-чуть. Так что вы дамам рекомендуете? Конечно. Так что, милые дамы, нам рекомендуют. Это низкокалорийный, но очень полезный такой вот замечательный тамак, вот так вот по-каргасски. Также хочется сказать то, что, почему он называется тыквенным чизкейком. Так как после того, как вы его попробуете, вы даже не определите, что там тыква. Все, как говорится, кто не любит тыкву, там говорят, ой, тыква там. Когда пробуют вот этот вот десерт, тыквенный чизкейк, особенно когда он свежий, они просто не понимают, что там. Там есть тыква, да? Понятно. Значит, тыква отваренная, сливки, творог, яйца, две штуки, да? 150 грамм сахара. 150 грамм сахара. Это вот внутренность песочная. Вот вы уже форму приготовили, да? Нет, это мы взяли на всякий случай, если будет проблема с духовкой. Чизкейк. Тыквенный чизкейк, Пепкоткин. Да. Вот такой вот должен быть у нас. Вот такая форма у нас должна быть. И чигонг дой. И чигонг дой. Бьякалус, она мною куёвс, а нам сону чизкейк пушаралас. Ох, чиз. А нам чизкейк... Маленький тарел. Чизкейк пчелмай пкалалас, э? Спасибо. Такую красоту нам делаете. А вы приступили к... К нашим медальончикам. Так, для начала мы берем фарш. Фарш мы сразу заправили луком и солью. Ага, это вот как... А, фарш с луком, солью, здесь все готово. Да, как на котлетке. Это котлетки такие небольшие. Пока это просто котлетки, заготовки на котлетке. Так, эти весь даяр. Пьяка пьяс салдык. Пардыгын. Формируем вот такие шарики. Так же мы берем немножко семечек. Ага. Наши семечки мы немножко раздаливаем. Они поджаренные же, да? Да, они поджаренные. Любые семечки, которые вы используете в еду перед началом употребления, всегда нужно поджаривать. Минут? Да, буквально, чтобы у них появилась румяная корочка. Минут пять, да? Вот так вот. Ну, это по-разному. Плиты бывают разные, чтобы просто они подрумянились, и из них вышла лишняя влага. Так же мы берем немножко муки. Андрюш, вот просто одну котлеточку вот так вот покажите нашим. Вот такая котлеточка маленькая, маленький кругляшок. Она унга. Сыртан унга на оонат ваттеп. Котлеттердэ. Унга уонат ваттеп. Вот так вот мы все обваляли в муке. Да. Подготовили семечки тыквенные. Ашкалахтан. Потом формируем такие вот медальончики. Котлет. Поехали. Складываем на шестоладку. И потом одну покажите, пожалуйста, котлеточку нашу. Берет, Медальон. Да. Потом вот котлет. Колhong. Ну. Без котлет. Ну. Ах банки. Ах банки. Вес каждого медальончика составляет где-то 70-80 граммов, после чего мы посыпаем каждый медальончик нашими семечками. Сильно мы их не дробили, чтобы они чувствовались у нас. Здесь у нас идет пюре из тыквы. Пюре из тыквы. Здесь просто была запеченная тыква, вот наша же, и мы ее измельчили. Можно в блендере, она очень легко толчется, очень мягкая. Также мы берем плавленый сыр. Любой плавленый сыр, да? Да. Теперь смешиваем его. Вот это и будет наша корочка, вот эта, да? Да. Замечательная. Сейчас мы еще положим кусочки тыквы сверху на наши медальончики, а потом сверху мы выложим вот эту вот смесь тыквы, пюре из тыквы и плавленого сыра. Отлично. В общем, сейчас вот мы ту самую обещанную корочку тыквенную делаем. Да. Как же она называлась? Очень красиво она у вас называлась. Хрустящая. А, хрустящая тыквенная корочка. Берем кусочек тыквы. Пожалуйста, кусочек покажите, какими толщиной. Весь миллиметр, весь миллиметр. Укладываем на наши медальончики. А-а-а. И потом только поливаем, да, получается? Да. Что надо? Медальон дарм несне, кой-пой-док. Бутерброд пол-колы, да? Это, она несне, чемечки лерюсь, а нам бусок? Ашкала. Просто, когда придумывалось это блюдо, сначала просто были медальончики и сверху была корочка из вот этой смеси, пюре из тыквы и нам показалось, тыквы мало, тыквенное же меню должно быть. И мы сделали еще, добавили кусочки. А это вы прямо сами придумали, да? Да. Авторское блюдо, да? Это вот можно именно вот так преподносить. Авторское блюдо. Вот и потом покажете, да, нашим гостям? А, еще семечек, да? Вот, семечек никогда не бывает мало. Особенно тыквенных. Особенно тыквенных, потому что они и полезные, они и красивые. Пожалуйста. После чего у нас духовка разогрета до 180 градусов, мы ставим наши медальончики. Плюс семь градусов. А, у нас там уже прям... А вы же уже готовое блюдо тоже привезли? Да, или мы будем ждать? Нет. Готовое блюдо, да, там стоит уже. Отлично. Выставлено. Сколько минут мы запекаем? Они запекаются где-то минут 15. Минут 15. Так. И еще. Так, сейчас мы будем делать яичницу из тыквы. Сейчас мы вам покажем. Яичницу из тыквы? Да. Это будет идти у нас, можно сказать, таким же гарниром для нашего блюда, медальончиков. Пизмаколар, вот это говорит. Чемурт хасату алчужейского? Оказывается, Герей Джовкин. Тягшая яичница из тыквы, это очень хорошо. Ну-ка, давайте нам. И в медальонах тоже тыква особо вот так вот прям не выпирает, да, вот вкус? Да. Нет, почему? Там вот присутствует тыква очень хорошая, да, то есть там вкус должен быть остаться очень хороший такой. Они получаются такими очень нежными и сливочными, так как у нас добавлено там сливочное, сливочный сыр. Так, разогреваем нашу сковородочку. А мы вот эту вот красоту, когда начнем делать, как это, да? А сейчас, когда у нас это тесто будет готово, то есть мы тогда приготовим эту форму. Да, в принципе, тесто уже будет скоро готово. Сейчас в Тюбетейке, по-моему, акция прям, тыквенное меню, да, все с тыквой приходилось? Ну, она у нас уже закончилась. А, уже закончилась? Да, сейчас у нас остались из меню только манты из тыквы, а так у нас было около 15 блюд в меню из тыквы. И как они пользовались популярностью? Да, конечно. Да, были прям любители, приходили специально медальоны есть, да? Это у нас просто делается каждый год, и очень много любителей, кто хочет попробовать тыкву, и они знают, что придя в Тюбетейку, вы можете попробовать блюдо из тыквы. Так, сейчас мы... Что вы делаете сейчас? Убираем белок. Нам нужен только белок. Так, желток мы пока уберем. Вот здесь у нас только белок. Белок одного яйца. Так, где она? Так, берем кусочек тыквы. Это вы что делаете сейчас? Это мы делаем яичницу. А, у нас яичница. Ага. Так, яичница без желтка, это уже очень интересно. То есть вырезаем такой кружочек, который будет похож у нас на желток. Ага. Покажите, пожалуйста, нашим друзьям. Пожалуйста. Наливаем масло в сковородку. Прям чуть-чуть буквально, да? Да. Капелюшку. Ага. Налили масло. Берем нашу формочку, круглую формочку, ставим в сковородку. Ставим наш кругляшок во внутрь формочки. А, и сверху белок, да? Да, и заливаем сверху белок. Ага. Ага. Говорят, здорово? Пардыга. Оппа, ой, джопчу на кой. Вообще можно тыкву вот так вот впрок запечь? Вот. Чтобы... Вы даже можете ее запечь, а потом заморозить. С ней ничего не будет. А, и заморозить можно. И потом использовать по мере надобности, да? Ага. Кандайсону. Сейчас мы покажем, как только все будет готово. Сколько там минут получается мы? Это буквально... Ну, как будет белок готов. Угу. Как он весь свяжется, да, уже? Ага. В намесе. Так, сейчас мы десерт будем делать. А тут у нас еще... Вот мы вытащили из духовки нашу заготовку. И сейчас мы будем заливать туда нашу смесь, которую мы заранее приготовили. У меня, когда мы с вами приготовили, мы с вами будем заморозить. Это будет соус. Там у нас сливки, там у нас яйца, там у нас тыква, там у нас там, там у нас творог и сахар. Это очень-очень вкусно должно быть. И самое главное, малокалорийно. Парус архтай устал или кура и резко? Ну, сейчас я к архтай устал, а кура устал. И сколько минут запекаем? Запекаем 40 минут. При температуре 180 градусов, да? Так, отлично. 40 минут. Ну, у вас готовые есть, да? 40 минут. Да, также наши гости могут попробовать оценить наш чизкейк на дегустационном столе. Там уже на столе есть, да? А, отлично. Чизкейк. Ну, его подают горячим или вот в охлажденном виде? Теплым. Теплым, да? После приготовления он должен постоять около 30-40 минут. Так он очень нежный, мягкий. И как раз он, когда станет теплым, его можно уже тогда разрезать и он будет просто шикарный. Как раз именно, когда он свежий, тепленький, он самый вкусный. Отлично. Так, что у нас уже готово? У нас салат готов? Салат готов? У нас яичница готова? Сейчас второе блюдо у нас уже на подходе. И второе блюдо на подходе. Буквально 15 минут. Азер, наверное, буквально там сколько у нас по времени? Ну, а это вот, конечно, красиво. Такую формочку надо приобрести. Или ее можно сделать из консервов? Да? Вы можете сделать ее из консервной банки. А почему нет? Мы же экономные, советские женщины. Что это? Можно в форме сердца загнуть вот так вот тоже. Да. Это будет еще красивее. Отлично. Когда я взял на течение дня, она упрощалась, это составляет какое-то лицо. А потом в последнее время, из-за таких людей, которые встречаются в буржатыхи, что мы просто желаемым местом, что мы стараемся не забраться. Мы еще хотим в одесенности и в подарок. И мы уже найдем подицу. У мужчины, что мы не станем варке. У вас делают все пять поясняй. Аккуратно вытаскиваем. нашу яичницу. Это же святая святых ваша кухня, да? Вы же никуда никого не пускаете, а сегодня нас всех пустили, да? Да нет, почему? Вы пускаете? Часто устраиваются мастер-классы. Ну, конечно, не на кухне чубитейке, а так вообще это все проходит у нас в городе. И вот она, яичница. Вот она. Такая яичница. Да, вот чтобы... Тыква была видна. Мы раскрываем. Далее. А, это вот для второго блюда, да? Да, для второго блюда мы подготовили нашу тарелочку. Наши медальончики запекаются. Медальоны тоже 180, да? Да, где-то это 180-200. Отлично. Так, если вы хотите, если вы хотите, если вы хотите, как раз этот можно, наверное, салат этот... Как раз этот, наверное, салат этот... Может быть, вопросы у кого-нибудь есть в поводу... Да. Тыквиновое меню, что-то хочет... Что-то прям хотите спросить, если... Андрей готов? Да. Какая-то вопрос, папа. Ну, когда вы такие блюда серьезные рассказаны. А вот вы очень быстро кашу из тыквы для детей... Как вы себе это представляете? Вот каша, пиквенная. Почему бы и нет? То есть, обычно тыквенная каша, она делается с рисом. То есть, вот, как я помню, даже мне бабушка делала... То есть, она делала тыквенную кашу, ой, этот... Рисовую кашу, получается. С молоком, все как положено, да? После чего она тыкву нарезала очень мелко, и где-то, когда до приготовления каши рисовой оставалось около 20 минут, она закидывала туда тыкву, и это все доваривала уже вместе с тыквой. А на сырую тыкву закидала? Да, очень мелко нарубленная, вот как на манты. И после этого уже, как говорится, каша с тыквой была готова. Минут 10 достаточно, да? Отлично. Вот. Нет. Каша с тыквой. А это, вон та духовка еще включена, может быть, там что-то осталось. Ох, прям уже есть хочется, прям уже и чизкей хочется попробовать, да? О, да, мы тут доготовим, да? Да. Да, поаплодируйте, пожалуйста, Андрей. Приходите всегда. Тюбетейка, Рестоклуб Тюбетейка ждет вас в гости. Андрей приготовит шикарные блюда. Хотите из тыквы, хотите из любых других ингредиентов. Все только для вас. Это вот настоящие мастера. Спасибо большое, Андрею. Сейчас мы все украсим, да? Пожалуйста, угощайтесь. Мы тут все доделаем и донесем вам. Нет, там он не включен. Это просто они новые Поэтому запах есть Вот наша яичница Спасибо большое, Андрюш Это очень красиво А можно яичницу съесть? Нет, она сейчас пойдет же у нас А, она у вас в оформление пойдет, да? Эх Я хотела воспользоваться ситуацией Пока никто не видит съесть яичницу Вот сейчас попробуйте Нет, это просто получается Будет как тыква с яйцом Это больше как для декора используется Но естественно это И полезно, самое главное